Я переводчик сербского языка с 30-летним стажем устного общения в качестве гидопереводчика с туристами, специалистами и членами делегации из Югославии и более чем 10-летним опытом письменного перевода в сербской редакции «Радио Голос России». Находясь, как говорится, на заслуженном отдыхе, я посвятила свою деятельность сближению культур наших народов. Недавно я сдала в издательство рукопись перевода книги Драгона Дамьяновича «Чудеса и пророчества святой Анастасии Сербской, матери святого Саввы, первого сербского архиепископа». Книга должна быть издана в юбилейном 2019 году, году 800-летия автокефалии сербской православной церкви, которой добился святой Савва. В московском журнале «Воздух» и в питерском альманахе «Синя апельсина» в 2015 году опубликованы были в моем переводе разные стихотворения сербского поэта из Нового сада Йоанна Зивлака. Следствием публикации в Петербурге было приглашение стать членом редколлегии этого альманаха, ответственным за славянскую его часть. В 2017 году в новом сборнике «Искры озарений» мне, как члену редколлегии, было предложено опубликовать какой-нибудь свой текст. Опубликована там была 30-страничная статья «Заметки о сербах, их языке и истории, святых, а также о многовековых связях русских и сербов». Тексту был предпослан эпиграф «Сербы. Мы их так любим и так мало о них знаем. Именно это наше незнание дается мне труднее всего». Эти слова не придуманы. Их действительно произнесла реальная прихожанка одного из московских храмов Галина Артемова. Статья моя – капля в море, необходимой, но пока отсутствующей информации. Не все мы, многие наши граждане, знают о жертвенности вступления России в Первую мировую войну и в защиту сербов. А кто знает о жертвенности небольшой Югославии, которая задержала нападение Гитлера на Советский Союз не менее чем на три недели? И я бы не знала, если в моем дипломе не было написано «Специалист по истории Югославии». Гитлер планировал, что эта страна, так же как в Болгарии, Венгрии, Румынии, подпишет пакт оси Берлин-Рим-Токио. Однако в Югославии прошли народные волнения под лозунгом «Болератнегопакт» – «Лучше война, чем пакт». Так что это было осознанное решение народа, в основном сербов. В конце марта 1941 года пало правительство, подписавшее пакт, и уже 6 апреля начались бомбардировки Белграда. В результате, вместо конца мая, как он планировал, Гитлер напал на Советский Союз почти в конце июня. И далее он держал в Югославии 52 дивизии. Если бы случилось так, как он планировал, эти дивизии сражались бы на Восточном фронте. Будучи гидом-переводчиком, я сталкивалась с обидой граждан Югославии на слова некоторых наших людей. «Мы пришли и вас освободили». Хотя Югославия – единственная страна в Европе, где к концу Второй мировой войны была сформирована собственная народно-освободительная армия. Так что мы помогли Югославии освободиться от фашистской агрессии. Это так. Они пришли и освободили. Я уже в течение семи лет бьюсь над проблемой, которую пока не могу решить. В 2011 году я получила от автора книги «Сербы. Преступление против них и отторжение их территорий» Петра Ожеговича. Два экземпляра этой книги с просьбой передать одну из них одному ученому Института славяноведения. Передавая книгу, я упомянула, что хорошо бы ознакомить с ней наших читателей. В ответ мне было сказано, что у наших ученых не хватает средств даже на опубликование их собственных трудов. Вторая попытка была сделана с фондом исторической перспективы Натальи Нарочницкой. Книгу без комментариев вернули знакомому, который ее туда передал. Далее я написала письмо в Институт стратегической инициативы на имя тогдашнего руководителя. Это письмо передала ему лично редактор «Радио Радонеж» Антонина Арендаренко. Ответа не было и на этот раз. Случилось так, что я показала книгу чрезвычайному и полномочному послу Республики Сербии в Москве Славенко Терзичу. Поскольку автор книги не историк, господин посол предложил привезти из Белграда соответствующую книгу. Ожидание затянулось. Прошло уже более полутора лет. О всех этих перипетиях и препятствиях я рассказывала в интервью на радио «Радонеж». Ранее я туда пришла в связи с моим текстом, который благословил Духовный Отец для опубликования. А радио «Радонеж» располагалось рядом с «Голосом России», где я работала. Меня попросили оставить текст, а потом предложили сделать по нему цикл интервью. Всего таких интервью на Радонеже было уже около 15. Когда я рассказала о книге, люди мне звонили и предлагали прислать деньги для перевода. Таково тяготение, которое они испытывают братскому народу. Когда мне предложили посылать деньги на мою карту, я пыталась объяснить, что надо подождать, когда будет сообщен расчетный счет. На это мне одна женщина возразила, а вдруг у меня тогда денег не будет. Поэтому я все же разрешила посылать деньги на мою карту, свято веря, что рано или поздно мы удовлетворим жажду наших людей узнать как можно больше о сербском народе. Я веду строгий учет поступивших средств и поименный список дарителей. Собственно, деньги поступили сразу после выступления на радио. Просьба к ученым Института славяноведения. Дайте, пожалуйста, книгу о страданиях оболганного и демонизированного сербского народа. А сейчас и о нас идет такая же слава, в кавычках, для перевода на русский язык. Люди жаждут узнать о сербах и как можно больше из первоисточника. Я спросила издателя моего сербско-русского, русско-сербского словаря межязыковых аммонимов Евгения Новикова, издательства «Троица», во что может обойтись издание такой книги. Он на это ответил, что от поступивших средств будет зависеть тираж, но менее чем 500 экземпляров издавать не имеет смысла. Лишних денег быть не может. Больше средств – больше тираж. Тем более, что мы по радио «Радонеж» постоянно будем детально сообщать о всех поступивших средствах и всех предпринимаемых действиях. Следует учесть гонорар автору, переводчикам, если книга окажется большой, и другие издательские расходы. На перевод должно уйти какое-то время. Я не претендую на перевод книги. Могу разве что свести воедино стилистически различные разрозненные части, если переводчиков будет несколько. Я за это смело берусь, потому что писатель Вениамин Каверин, чьим секретарем я была последние три года его жизни, считал, что я могу писать. Ему я верю больше, чем себе. Следующая запись передачи радио «Радонеж» с моим участием планируется во время святок между Рождеством и Крещением. Я расскажу слушателям о весьма насыщенной, содержательной, прекрасно организованной конференции «Славянский вопрос. Новые парадигмы мышления», организованной Институтом славяноведения и Центром славянских культур. Как бы хотелось наградить слушателей за долготерпение и порадовать сообщением о получении книги в бумажном и электронном вариантах, а также огласить ее название.